На встречу бизнесу уже почти год крупные предприятия города работают по системе автоматического возмещения НДС. Первые итоги действия нововведения обсудили в налоговой службе. С момента внедрения системы автоматического возмещения налога на добавленную стоимость прошел год. По словам налоговиков, новая система – еще один шаг на пути оптимизации работы и уменьшения количества проверок бизнеса. Если с самого начала автоматического возмещения опасались, то сегодня предприятия доверяют налоговикам. С момента внедрения автоматической системы плательщики НДС отказываются от схемного кредита, на предприятиях увеличивается уровень средней заработной платы. Бизнес поверил, что это не временная практика, временная акция, а устоявшаяся цивилизованная практика и сам стремится становиться участником этого процесса. И в итоге уже в конце 2011 года у нас 13 запорожских предприятий-экспортеров получили право на автоматическое возмещение НДС. Где-то полгода назад мы определили план работ, который необходимо было сделать на предприятии, чтобы уменьшить все вопросы, которые связаны напрямую, либо косвенно влияют на возмещение. От предприятий это потребовало ряд усилий. Я считаю, что эта практика абсолютно правильная, мы должны ее придерживаться и в принципе я думаю, что диалог должен вестись в рамках области со всеми предприятиями. В течение прошлого года в автоматическом режиме возмещено НДС на сумму 1,8 миллиарда гривен, а это 60% от общей суммы. За первые три месяца этого года право на автоматическое возмещение получили 15 предприятий области. Понимая задачи налоговые, понимая задачи государства, мы, естественно, работаем в контакте. Ну и я говорю, самое главное это, я думаю, что вот этот диалог, который происходит между нами и налоговым, должен быть постоянным. Они нам, конечно, подсказывают, где у нас какие проблемы с какими поставщиками, мы постараемся от них освобождаться. Поэтому вот сегодня работа таким образом построена, я думаю, дай Бог, чтобы она продолжалась в таком же ключе. Всего в 2011 году возмещено 3 миллиарда 2 миллиона гривен.